Если вы себе задаете вопрос, откуда берутся дети у других людей, то я понимаю, что вы находитесь среди тех 25% семейных пар, для которых это серьезная проблема. Это может быть мелодрама, может быть уже и драма. Может быть вы уже отчаялись иметь собственных общих детей. И вы знаете, я могу вам помочь перейти к тем 70%, для которых это не составляет проблемы. Они находятся на уровне, скажем так, комедии. У них нет проблемы, откуда берутся дети, у них проблема, как правильно регулировать рождаемость. Все понятно, если вы понимаете суть проблемы. Часть супружеских пар не могут иметь детей по причине того, что у мужчины когда-то был острый простатит, который был пролечен антибиотиками. А антибиотики против живого. Они подавляют не только патогенных бактерий, они подавляют иммунную систему. Если вы не угадали с антибиотиком, то остается на память хронический простатит, когда вялотекущая инфекция подъедает вашу потенцию, вашу мужскую силу. Но кроме того, вы попадаете во все активно делящиеся клетки. А сперматозоиды, ух, какую активность проявляют, прежде чем стать человеком. Вы не задумывались, какую работу выполняет сперматозоид за полчаса? Он оплодотворяет яйцеклетку через полчаса после полового акта. Громадная работа. Расстояние 20 см. 5-8 см матка и 10-12 см маточная труба, по которой он добегает до своей яйцеклетки. 20 см перенести, если на наши привычные нам с вами размеры, превращается в 50 км. Представляете, 50 км он преодолевает за полчаса. Скорость 100 км в час. Попробуйте так побегать на стадионе. Он бежит совершенно, скажем так, преодолевает фактически полосу препятствий. Потому что 5-8 см матки он преодолевает, когда навстречу ему просто движется слизь. То есть, знаете, в вязкой грязи он перемещается с такой громадной скоростью. Как только он определится налево-направо, в какую маточную трубу ему нужно бежать до встречи с яйцеклеткой, у него возникает еще круче ситуация. Кроме слизи, маточная труба это гофрированная трубка, покрытая мерцательным эпителием. В нашем понимании, это горы, покрытые лесом. Густым лесом. Лес, который несет, в принципе, навстречу сперматозоидам яйцеклетку. Но перистальтика не только подносит яйцеклетку ближе к матке, но и отбрасывает многих сперматозоидов назад. Возникает очень интересная ситуация. И тем не менее, он это делает. Представляете, какую силу он должен иметь, какую жизнестойкость, жизнелюбие, чтобы стать человеком. И стоит на эту систему подействовать антибиотиком, сперматозоиды теряют свою подвижность. А если вы, кроме антибиотиков, еще и не понимаете, в каких экологических условиях вы находитесь, как правильно в них жить, как правильно питаться, употреблять воду, как правильно дышать, как правильно двигаться в этих условиях, у вас очень мало шансов создать хорошую армию сперматозоидов, чтобы они, в конце концов, кто-то из них, один, набежал и оплодотворил ту самую яйцеклетку. Поэтому хронический простатит, я понимаю, в обострении можно лечить антибиотиком, но не только антибиотиком. Потому что антибиотики первый прием дает эффект. Первый курс лечения, он самый важный. Его важно пройти от начала до конца правильно. Если удалось подавить всю патогенную микрофлору, ваше счастье. Не удалось, хронический простатит будет периодически обостряться. Если же будет тлеть всю жизнь, у вас всю жизнь будет проблема. Сперматозоиды будут не самые активные, не самые мощные. Но эту ситуацию можно разрулить. К лекологии можно повернуться совершенно другой частью тела. Не спиной, а лицом. И разобраться. Разобрать ее по запчастям и определиться, что в этом случае вам более важно, а что менее важно. Потому что вы же хотите стать отцом. Потому что пока у мужчины возникают проблемы с простатой, с потенцией, он реже обращает внимание на женщину. А современная жизнь, она еще и стрессами богата. На женщине еще так или иначе лежит дом, домашнее хозяйство. И вот здесь редкие встречи с мужчиной, более редкие, чем того требует природа. Появляется ПМС, или предминструальный синдром, появляется мастопатия. А это дисгормональные нарушения, которые в конце концов приводят к тому, что яйцеклетка тоже теряет свою силу, свою жизнеспособность. И во время, скажем так, овуляции, она не может разорвать оболочку, не может выйти. И появляется, если это однократная ситуация, киста. Часто это связано со стрессами, одиночные кисты большого значения не имеют для женщины. А вот если это система, появляется поликистоз. Тогда каждая яйцеклетка пытается выйти, стать человеком. Растет, растет, дорастает до какого-то состояния. Все, сил не хватает разорвать оболочку. Все, она не может. Сперматозоид ее здесь не найдет. Он не сможет сделать ее человеком. Или вместе с ней стать человеком. И тут, конечно, возникает вопрос, когда один такой член семьи ситуация, когда двое, еще хуже. И вопрос, откуда берутся дети, становится большим-большим жирным вопросом. Но, вы знаете, я уже не одну семейную пару сделал счастливыми. В том плане, что я помог им омолодить свой организм, устранить вот эти проблемы и все-таки стать родителями. У меня уже больше 10 детей родилось таким способом. Это из тех, кого я знаю. Я подозреваю, что я знаю не всех своих детей, которые мне помог появиться на этот свет. Но я подозреваю, что части смотрящих видео захотят воспользоваться этими возможностями. И я не буду вас ограничивать в этом. Вы видите контакты, вы легко можете обратиться, позвонить. И мы определимся, что нужно делать, чтобы определить ваш уровень здоровья. И как все-таки решить ситуацию. Чтобы у вас не возникал вопрос, откуда берутся дети. Чтобы у вас возникал вопрос, где ставить детские колясочки, размещать вещи. Потому что, может быть, вам захочется ребенка определенного пола. Не просто ребенка, потому что, я понимаю, вначале мечта. Мы хотим вообще иметь ребенка своего. А дальше, говорят, аппетит приходит во время еды. Дальше человек, подождите. Первый был мальчик. Хочется девочку. Или наоборот. А может вам двойняшки захочется. Многое возможно. Если вы имеете системный подход к своему здоровью. Если вы знаете об этом. Ну, или, если хотите узнать, не вопрос. Вы можете обратиться. И получить исчерпывающую информацию. А я это видео, откуда берутся дети. Надеюсь, что часть драм мы с вами уменьшим. Переведем в мелодрамы. А потом и в комедию. Когда вы будете вспоминать бесплодное время. в своей супружеской жизни. Знаете, с легкой усмешкой. Наслаждаясь воспитанием собственных детей. Я надеюсь, что вы прибьете им те особенности здорового образа жизни. Которые от меня узнаете. Чтобы дети росли здоровыми, счастливыми. А потом еще сделали вас бабушками и дедушками. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. Спасибо. Спасибо.